Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить Вам материал по особенностям течения и лечения туберкулеза лёгких в условии пандемии COVID-19, роль инфузионной терапии при лечении пациентов с такой коморбидностью. Инфекции дыхательных путей по сей день являются основной причиной заболеваемости и высокой смертности от инфекционных заболеваний во всём мире. В списке приоритетных проектов ВОЗ для обследований до декабря 2019 года фигурировали только три патогена коронавирус тяжёлого острого респираторного синдрома SARS, коронавирус респираторного синдрома Ближнего Востока Мерс и микобактерия туберкулёза. В ноябре 2020 года SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19, также добавился в список приоритетов, а в марте 2020 года, 11 числа, ВОЗ огласила пандемию нового опасного заболевания COVID-19. Если посмотреть на этапы мировой эпидемии COVID-19, то тут мы видим чётко линейное возрастание активных случаев выявления COVID-19, начиная с февраля-марта 2020 года. И фактически, если учесть летние месяцы, июнь, июль, август, то вот отмечается рост активных случаев по экспоненте. Также общая смертность возрастает, причём очень быстро. Это произошло с июня 2020 года. И по сей день в мире фактически более 7 миллионов активных случаев COVID-19 есть, и более 900 тысяч случаев смерти от этого заболевания. Тенденция по общему числу случаев прослеживается на этом слайде. Это говорит о том, что начиная с марта месяца у нас имеется прирост общего числа позитивных случаев. Что касается динамики показателей по Украине. Как мы видим, общая тенденция к возрастанию числа случаев по экспоненте наблюдается с августа 2020 года. В сентябре 2020 года практически ежедневно был прирост. На Украине мы имеем около 143 тысяч в целом больных. Западные регионы страны являются лидерами по приросту таких случаев заболевания. Потенциальный вид влияния реагирования на COVID-19 в странах с высокой нагрузкой по туберкулезу. В целом медицинские системы всех стран должны реализовывать стратегии, чтобы ослабить давление этой проблемы на степень нарушений в работе обычных медицинских служб. Современные методы социального дистанцирования и пребывания дома осложняют реализацию программы обеспечения качественной противотуберкулезной помощи. Поскольку на сегодня мы четко видим снижение уровня своевременной диагностики, симптомы COVID и симптом ранних форм туберкулеза не очень подобны. И они похожи на большинство других респираторных инфекций. Поэтому это ухудшает контроль за лечением больных туберкулезом, растет число несвоевременно выявленных побочных эффектов, снижается качество амбулаторного лечения пациентов с мультирезистентным туберкулезом в том числе. Нарастает тенденция по увеличению количества пациентов с неконтролированной или прерванной формой противотуберкулезного лечения. В целом, если обдумать все эти критерии, то это означает, что могут быть серьезные последствия для существующих и недодиагностированных больных туберкулезом во всем мире. Это особенно касается стран с низким и средним доходом, где туберкулез эндомичен, а медицинские службы недостаточно оснащены. Важно обеспечить доступ к бесперебойному качественному лечению и наблюдению за каждым больным туберкулезом. Целью нашей работы было проанализировать перспективы последствий взаимодействия между двумя инфекциями на фоне туберкулеза, которые, как раньше, занимают первое место среди причин смерти от одной инфекционной болезни в мире. Также снизить риск распространения или возрастания туб инфекции в условиях пандемии, не утратив при этом контроль за показателями эффективности лечения. Если посмотреть на заболеваемость туберкулезом, по Украине мы отмечаем, что за первое полугодие 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год, мы имеем очень тревожную тенденцию. Она заключается в том, что количество случаев активного туберкулеза намного возросло. Если взять наш регион, Черновцы, Буковина, то число выявленных случаев туберкулеза за первое полугодие снизилось на 50%. Это не означает, что больные туберкулезом куда-то делись просто из-за карантина, который ввели в нашей области с начала марта месяца. К сожалению, большинство регионов находятся сейчас в красной зоне по сей день. Эти пациенты просто не имеют возможности своевременно обратиться за медпомощью и, по сути, они попадают на стационарный этап лечения уже в запущенном состоянии. Если присмотреться, то, по сути, количество недовыявленных случаев тоже очень высоко. В Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской областях. Это совпадает с картой распространенности COVID-19 и со всеми теми противоинфекционными мерами, которые используются в борьбе с этой нозологией. Заболеваемость активным туберкулезом без рецидивов видна здесь за первое полугодие этого года в сравнении с аналогичным периодом за прошлый год на 100 тысяч населения. Тут мы тоже отмечаем уменьшение количества активно выявленных случаев. Что касается заболеваемости активным туберкулезом в комбинации с вирусом иммунодефицита человека, то коморбидность ВИЧ-ТБ за первый период 2019 года и 2020 года, соответственно, вот тут показано. Мы видим в два раза уменьшение произошло в некоторых регионах по количеству выявленных случаев. Если посмотреть в целом на анализ случаев туберкулеза, активного рецидивирующего и так далее у детей, то общее число недовыявленных таких случаев составляет по стране практически 34,5%. Таким образом, нужно констатировать вот такие тревожные факты. Выявление туберкулеза в стране в условиях пандемии COVID-19 снизилось в среднем на 27,4%, коинфекции на 28,4%, а заболеваемость туберкулезом среди детей уменьшилась практически на 35%. Это тревожные цифры, потому что мы хорошо знаем, что за полгода пациентов с туберкулезом стало не меньше, это общая закономерность эпидемиологического процесса, их просто перестали выявлять. Все чаще регистрируются запущенные случаи, а в условиях жесткого карантина пациенты, активные бактерии-выделители, представляют собой угрозу для контактных лиц, особенно из групп риска по COVID-19. Все это иллюстрирует пример будущей проблемы, с которой мы столкнемся в ближайшие годы. Важные вопросы потенциального реагирования на COVID-19 следующие. В первую очередь, COVID может ускорять активацию латентного туберкулеза. По данным ВОЗ, латентный туберкулез на сегодня уже поражает четверть населения мира, а эта цифра приближается к 2 миллиардам жителей. Если новый коронавирус активирует значительную долю этих спящих инфекций, то это может очень серьезно нарушить глобальную ситуацию в сфере не только здравоохранения, но и экономику в целом. Много вирусов, включая SARS-CoV-2, вызывают временный иммунодепрессивный эффект, и из-за этого эти спящие бактериальные инфекции оживают. Так было с пандемией испанского гриппа 2018-2020 годов, которая привела к увеличению числа случаев туберкулеза легких. Самый высокий уровень смертности был в подгруппе пациентов, которые имели грипп с туберкулезом. Пандемия гриппа H1N1 в 2009 году также продемонстрировала ту же тенденцию с охоченными результатами у пациентов с коинфицированными туберкулезом и мультирезистентными штаммами туберкулеза. Доказано по анализам литературы, что у пациентов с SARS-инфекцией или MERS-инфекцией чаще развивается туберкулез легких. По мнению многих экспертов и на основе прогностического моделирования, та же самая тенденция будет прослеживаться и в условиях COVID-19. Наш собственный клинический опыт говорит о том, что коронавирусная инфекция приводит к прогрессированию туберкулеза, начинается диссеминированная форма, миллиардная форма, системное реагирование, что приводит к перикордиту, плевриту. Мы можем подлиться клиническими случаями, где одновременно на фоне туберкулеза легких диагностируют COVID-инфекцию, и это приводит к очень тяжелой картине в этом случае. Надо также учитывать и то, что существует повышенный риск заразиться COVID-19 у пациентов с туберкулезом. Такие пациенты могут иметь ухудшенный результат от терапии, особенно если туберкулезная инфекция не была пролечена как следует, то есть программа терапии была приостановлена или плохо проконтролирована. Далее пожилой возраст, сахарный диабет, хозл, это все приводит к осложнению течения COVID-19, это тоже фактор риска для плохих последствий от туберкулеза. Больные туберкулезом должны использовать методы безопасности, которые рекомендованы здравоохранением, чтобы защититься от COVID-19 и продолжать лечиться от туберкулеза. Это все регламентируется нормативными документами, которые относятся к работе в тезиатрической службе. Самая большая проблема это то, что у больных COVID-19 и туберкулезом наблюдаются подобные симптомы, такие как кашель, потливость, температура, симптомы общего недомогания и затрудненное дыхание. Эта и другая болезнь поражают в основном легкие, и хотя оба биологических агента передаются в основном при тесном контакте, инкубационный период при туберкулезе более длительный и часто с медленным началом. Точный способ передачи разный, и этим можно объяснить некоторые отличия в плане методов борьбы с инфекцией для смягчения этих двух состояний. Например, микобактерия туберкулеза остается подвешенной в воздухе в ядра капель на протяжении нескольких часов после того, как больной туберкулезом кашляет, чихает, кричит или поет. А люди, которые вдыхают эти частицы, могут заразиться. Размер этих ядер капель – это ключевой фактор, который обладает их инфекционность. Их концентрация уменьшается при вентиляции и поддаётся влиянию прямых солнечных лучей. Передача COVID-19 объясняется прямым вдыханием капель, которые выделяются больным COVID-19. Люди могут инфицироваться до того, как клинические особенности станут очевидными. Капли, которые образуются при кашле, чихании, выдыхании или разговоре, могут попадать на предметы и поверхности. А контактные лица могут заразиться COVID-19, касаясь этих предметов, потом касаясь глаз, носа или рта. Мытью рук в дополнении к средствам индивидуальной защиты органов дыхания является для контроля COVID-19 важным способом. Органы здравоохранения для обеспечения эффективной работы противотуберкулёзной службы во время пандемии COVID-19 должны распространять и контролировать услуги по профилактике и диагностике, и лечению, и уходу за больными с туберкулёзом. Средства профилактики, которые должны использоваться, имеют общие подходы инфекционного контроля. Надо использовать административные, инженерные и личные варианты защиты. Обеспечение профилактического лечения должно поддерживаться широко и повсеместно. Диагностика, тесты на туберкулёз и COVID-19 разные, и те и другие должны быть доступными для лиц с респираторными симптомами, которые могут быть подобными, как мы уже отмечали, между этими двумя болезнями. Надо подчеркнуть, что более широко надо повышать доступность к АТ лёгких, что позволяет на ранних этапах диагностировать туберкулёз, и также на ранних этапах даже без симптомов можно заподозрить COVID-19. Лечение и уход. Амбулаторная и социальная помощь, ориентированная на пациентов с туберкулёзом, должна быть намного лучше, должна иметь преимущество относительно стационарного лечения больных туберкулёзом, если серьёзные условия не требуют госпитализации. Это делается для того, чтобы уменьшить возможность передачи и внутригоспитальной контоминации. Противотуберкулёзное лечение, согласно последним рекомендациям ВОЗ, должно проводиться для всех больных туберкулёзом, включая тех, кто находится на карантине, и тех, кто имеет подтверждённый диагноз COVID-19. Всем пациентам надо обеспечить достаточный запас противотуберкулёзных препаратов, чтобы уменьшить количество посещений врача для получения лекарств. Надо активизировать использование цифровых технологий для пациентов, а также программ, которые рекомендованы ВОЗ. По рекомендациям ВОЗ, такие технологии, как электронный, мониторинг лекарств и терапии, видеодот, могут помочь пациентам завершить лечение туберкулёзом в такое непростое время. Например, регион, где они находятся, относится к красной зоне, и там ограничено движение транспорта из-за этого. Какие услуги можно использовать для лечения обоих заболеваний? Для противодействия COVID-19 может помочь создание программ, которые будут нацелены на борьбу с туберкулёзом. Это поможет сохранить огромные инвестиции, которые сделали национальные органы власти, и донорские структуры для того, чтобы преодолеть туберкулёзную инфекцию, исходя из стратегии НТБ. Сюда входит предотвращение и борьба с инфекциями, установление контактов, бытовая помощь и уход, а также система наблюдения, мониторинга. Сети лабораторий для диагностики туберкулёза создаются в странах для поддержания ВОЗ и международных партнёров этой сети, а также механизм транспортирования образцов тоже может использоваться для диагностики и наблюдения за COVID-19. Потенциал пульмонологов, тезиатров, семейных врачей можно успешно использовать для диагностики и дифференциальной диагностики пациентов с респираторными симптомами. Также можно привлекать для лечения сложных случаев COVID-19 с лёгочными осложнениями, привлекать можно профильных афтезиаторов, пульмонологов, которые работают в противотуберкулёзной службе. Такие примеры есть в большинстве регионов страны, так как самые свежие рекомендации ВОЗ в плане поддерживающей терапии и ограничений COVID-19 плюс национальный протокол по ведению пациентов с таким заболеванием являются общедоступными, но можно этим руководствоваться в деятельности. Сотрудники программ, которые работают с туберкулёзом и имеют многолетний опыт и возможности, включая активный поиск случаев и отслеживание контактов, поэтому они могут поддержать усилия по реагированию на COVID-19. Как мы можем защитить людей, которые обращаются для получения помощи в ходе пандемии COVID-19? Во-первых, надо поддерживать связь со службами здравоохранения, чтобы больные туберкулёзом, особенно самая незащищённая группа, могли бы получать основные услуги. Это включает управление побочными реакциями на препараты с сопутствующими заболеваниями, поддержка питания, психического здоровья и восполнение запасов лекарств. Достаточное количество туб препаратов пациенту или его помощнику стоит распределять до следующего визита. Механизмы доставки лекарств домой или сбора образцов для дальнейшего тестирования могут пригодиться. Лечение туберкулеза дома должно стать более распространённым. Альтернативные меры по уменьшению количества посещений клиники могут включать в себя ограничения назначений до клюнного момента, чтобы не было потребности посещать клинику так часто. Надо более широко использовать цифровые технологии. Уязвимые категории населения, которые имеют плохой доступ к медобслуживанию, не должны быть маргинализированы в ходе пандемии. Также есть интересные вопросы. Они в последнее время обсуждаются в научных источниках. И это вызывает активную дискуссию. Это связь между вакцинацией БСЖ и COVID-19. Надо признать, что нет доказательств того, что БСЖ защищает людей от заражения вирусом COVID-19. Это только рабочая гипотеза. Проводятся два клинических исследования по этому вопросу. Его соценят доказательства, когда они будут предоставлены. Есть экспериментальные доказательства, исследования как на животных, так и на людях, что вакцина БСЖ имеет неспецифическое влияние на иммунную систему. Эти эффекты не были достаточно хорошо охарактеризованы, и их клиническая значимость неизвестна. ВОЗ обновила 2-3 репринта, в которых авторы сравнивали частоту случаев COVID-19 в странах, где используются вакцины БСЖ. Страны, которые использовали вакцину регулярным образом, у новорожденных меньше имели случаев COVID-19 на сегодняшний день. Такие обследования могут быть и не объективны по разным причинам. Например, это отличие в национальной, демографической ситуации, в тяжести заболевания, плюс показатели тестирования на заражение COVID-19. Стадия пандемии в каждой стране тоже другая. Обзор представил 2 зарегистрированных протокола клинических исследований, оба из которых нацелены на изучение последствий вакцинации БСЖ для медработников, непосредственно участвующих в уходе за пациентами с COVID-19. Вакцинация БСЖ предотвращает тяжелую форму туберкулеза у детей, а при направлении местных запасов может привести к недовакцинации новорожденных, что приведет к увеличению заболеваемости и смертности от туберкулеза. Смертность от этого заболевания и на сегодня остается очень высокой среди других инфекционных заболеваний. При отсутствии доказательств ВОЗ не рекомендуется вакцинация БСЖ для профилактики COVID-19. ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию БСЖ новорожденным в странах и там, где есть высокий уровень заболеваемости туберкулезом. К этому относится и Украина. У нас особых изменений в этом плане не наблюдается. Мы видим, что проблема стигматизации и дискриминации обостряется во время пандемии. Пандемия COVID-19 спровоцировала социальную стигму, дискриминационное поведение относительно людей определенного этнического происхождения или, как считается, это те, которые контактировали с вирусом. Стигма может подрывать социальную сплоченность и обеспечить социальную изоляцию определенных групп. В результате вируса туберкулез будет только больше распространяться. У нас в Буковине тоже при выявлении первого случая больного с позитивным тестом на COVID-19 возникали, скажем так, отрицательные проявления со стороны соседей, общества по отношению к этому человеку, и это вызвало значительную напряженность в обществе. Тщательно проводилась разъяснительная работа среди граждан, и в результате ситуация была нормализирована. Стигма и дискриминация могут заставлять людей скрывать свою болезнь для того, чтобы избежать дискриминации. Эти люди не будут обращаться сразу за медпомощью, они будут отступать от модели здорового поведения, и тогда не будет адекватного реагирования со стороны системы здравоохранения на такую ситуацию. Что работает, так это укрепление доверия к медицинским службам и их рекомендациям, понимание самой болезни, принятие практических мер, чтобы люди могли лучше защитить сами себя и своих близких. Правительство, граждане, СМИ играют важную роль в преотвращении и приостановлении стигматизации. Мы все в таких условиях должны быть очень вдумчивыми, рассудительными, особенно когда общаемся в социальных сетях и на других платформах. Мы должны демонстрировать толерантность, поддержку в адрес пациентов с COVID-19 и с туберкулезом и другими заболеваниями. Поддаётся ли лечению туберкулез у людей в случае комбинации туберкулеза и COVID-19? Фактически программа лечения больных туберкулеза в условиях пандемии COVID-19 не отличается и не имеет каких-то особенностей. Опыт совместного лечения COVID-19 туберкулеза в принципе остаётся ограниченным. Есть только отдельный взятый случай. Но при остановлении лечения туберкулеза у пациента с COVID-19 должно быть исключительным случаем. Профилактическое лечение туберкулеза, лечение чувствительного или резистентного туберкулеза должно продолжаться без перерывов, чтобы защитить здоровье пациента, уменьшить передачу и не дать развиться стойкости к препарату. Пока проводятся терапевтические испытания, на сегодня не предусмотрено никаких предупреждений в плане взаимодействия лекарственных средств, лечения COVID-19 и использования туберкулеза. Тем не менее, пациенты с туберкулезом должны сообщить, принимают ли они какие-то средства, чтобы избежать побочных эффектов. Риск смерти у больных туберкулеза приближается к 50%, если его не лечить. И он может быть еще выше у пожилых людей или при сопутствующей патологии. Поэтому очень важно во время реагирования на COVID-19, чтобы медицинские услуги, которые относятся к туберкулезу, не нарушались бы. Короткое резюме. Эффективность лечения туберкулеза в условиях пандемии COVID-19 остается одним из наиболее значимых противоэпидемических способов в борьбе с этим видом заболевания. Также многое зависит от состояния других систем организма. Надо оптимизировать систему этиотропного и патогенетического лечения. Инфузионная терапия в условиях объединения туберкулеза и вирусной инфекции является единственной альтернативой на сегодня. Клинический опыт показывает, что в условиях жесткого карантина пациенты с малыми респираторными синдромами не имеют доступа к ранней диагностике. И проведение дифференцирной диагностики затруднено. Поэтому возрастает риск госпитализации в стационаре инфекционного отделения. Особенно тяжело в этой ситуации лечить пациентов, которые имеют туберкулез, COVID-19 и еще сопутствующий сахарный диабет. Если проанализировать ситуацию в плане доли тяжелых форм среди всех случаев туберкулеза, можно отметить, что при чувствительном туберкулезе и при химиорезистентном тяжелый случай составляет более 40%. Отдельная тяжелая форма, такая как миллиардный туберкулез, с высоким риском неблагоприятного исхода, составляет и там, и там по 1%. Усугубляется ситуация при туберкулезе еще и тем, что есть козвездная пневмония. Тогда тяжело поставить дифференциальный диагноз и назначить сразу адекватное лечение по симптоматике, используя все средства диагностики. Тяжелая и распространенная форма туберкулеза на сегодня входит в первую категорию. Поэтому важно проводить секвестрацию этих тяжелых случаев, так как они требуют интенсивного стационарного лечения и использования инфузионной терапии. Кроме того, при переральном приеме туб препаратов в таких случаях, вот даже есть исследование, которое уже опубликовано было на сей предмет в научных изданиях. Это издание высокого уровня с большим высоким наукометрическим коэффициентом. Так вот, они доказывают, что концентрация туб препарата в организме уменьшена в результате гипоксии и интоксикационных воздействий синдромов снижается показатель кишечной проницаемости и образуется синдром малабсорбции. Таким образом, у больных, у 77% больных, которые умерли от туберкулеза, смертность наступает на протяжении интенсивной фазы лечения, а у 36% это на протяжении первых 10 суток после установления диагноза. Все это обуславливает необходимость своевременной оперативной дифференцированной диагностики вместе с другими состояниями и эти больные должны попасть в отдельную категорию тяжелые больные с туберкулезом и там надо им назначать терапию повышенной интенсивности. Метод внутривенного введения противоинфекционных препаратов из симптоматической патогенетической терапии на интенсивном этапе стационарного лечения широко используется и регламентируется международными наставлениями по лечению инфекционных заболеваний. Внутривенное введение препаратов в тяжелых случаях, таких как COVID-19 и туберкулез, позволяет интенсифицировать процесс лечения. И добиваться максимального эффекта от препарата противоинфекционного возбудителя, что снижает риск негативного прогноза и обеспечивает позитивный эффект. Среди всех случаев тяжелых форм туберкулеза 10-15% это те, где пиральная терапия имеет высокий риск неэффективности, поэтому это надо учитывать при назначении лечения. Дизайн клинического исследования эффективности оптимизированных схем с использованием патогенетической и атеотропной терапии инъекционными средствами виден вот здесь. Оценка эффективности проводилась в этом исследовании исходя из медицинских эффектов, социальных и экономических эффектов. В конечной точке были такие эпидемиологические показатели распространенность заболеваемости, смертность туберкулеза и также процент эффективного лечения. Результаты эффективности использования инфузионной терапии у больных туберкулезом включают клинические наблюдения в условиях пандемии они отобразились в ряде публикаций. В основе метода внутривенной инфузии лежит возможность использовать высокие концентрации медикаментов в легочной артерии. Мы избегаем печени в качестве основного органа инактивации и метаболизма. Сразу после инфузии создается максимальная концентрация, что актуально для критических состояний, в которых часто бывают пациенты с туберкулезом, сокращается срок стабилизации состояния больного. Наилучший контроль обеспечивается при приеме препаратов по стратегии ДОТ, практически он стопроцентный подбор, дозы пациента индивидуален и по сути мы выполняем основное требование это персонификация лечения. Уменьшается частота побочных эффектов со стороны ЖКТ и замедляется развитие вторичной медикаментозной резистентности показания для внутривенного введения туб препаратов как мы уже отмечали это тяжелая форма туберкулеза тяжелое течение COVID-19 нарушение ЖКТ органов ЖКТ синдром малабсорбции тяжелая сопутствующая патология такая как сахарный диабет интенсивная терапия туберкулеза мультирезистентного и расширенно резистентного до и после операционный период хирургическое вмешательство из-за туберкулеза плохая приверженность пациента к терапии с тяжелой формой заболевания и конечно предпочтение пациента противопоказания для внутривенного введения туб препаратов кроме тех что при приеме внутрь тут есть еще четко секвестрированные позиции такие как флебит активный гепатит азотемия которая обусловлена заболеванием почек недостаточность кровообращения второй-третьей степени гипертоническое заболевание второй-третьей степени гемеоррагические диетезы эпилепсия и тяжелая форма сахарного диабета с неконтролируемым углеводным обменом на этом слайде мы видим демонстрацию когда возможно инфузионно вводить туб препараты и продолжительность при чувствительной туберкулезе месяц два а при мультирезистентной форме два-четыре месяца для улучшения комплайнса введения инфузионных форм препарата рассматривали вариант смешивания нескольких туб растворов одной инфузией смотрели на долгосрочность стабильность растворов препаратов первого-второго ряда из-за неозид этамбутол этамбутол плюс леофлоксацин и этамбутол по возможности этамбутол моксофлоксацин в комбинации это должно быть приготовлено не позже чем за 24 часа до введения полученные результаты были отображены в публикации поэтому я не буду на этом останавливаться проанализировав результаты всего этого материала можно сделать такие выводы на сегодня приоритетом для правительств всех стран должен быть в том чтобы бесперебойно предоставили все услуги включая в рамках национальных программ по борьбе с туберкулезом тут в качестве примера можно говорить о том что надо предотвращать негативный опыт который будет получен и был уже в общем-то получен при вспышке Эболы в Западной Африке в 1415 году когда дополнительные случаи смертности от туберкулеза превышали количество случаев смерти непосредственно из-за Эболы доступ к лечению больных с туберкулезом не состоялся потому что медработники доктора и лаборатории все силы ресурсы направили на борьбу со вспышкой Эболы сейчас то же самое происходит наверное такие последствия могут быть и при пандемии COVID-19 но это же будет в глобальном масштабе поскольку относительно слабые системы здравоохранения при высокой нагрузке пытаются реагировать на COVID-19 существует риск того что программы профилактики и лечения существующих инфекций будут нарушены если своевременно начинать инфузионную терапию при болезнях таких как туберкулез и COVID-19 то можно снизить риск летального прогноза и улучшить показатель эффективности лечения что мы видим на клинических случаях которые были диагностированы в нашем регионе за последние 6-7 месяцев благодарю за внимание контактные данные на экране для лечения в плане вопросов к моему выступлению на экране Субтитры создавал DimaTorzok